80-летняя Александра Новоженина из Сызрани сделала прививки от ковида, чтобы в здравии дожить до юбилеев у детей. Привилась и уже ревакцинировалась. В этом году сыну будет 60 лет, а дочери исполнится 55. Александра Ивановна – ветеран труда. За плечами огромный жизненный опыт. Говорит, делать прививки не боялась. Нет, я не боялась. Мне сын сказал, мам, сделай. Я ездила в командировку, а ты дома одна. Я пошли, мы с соседкой, вот, куда вы же остучались. Люся, пошли, пошли. И сделали в мае месяц. Первую, две, по две там тогда делали. А в декабре сделал вторую. После прививки, говорит Александра Ивановна, ничего не болело. В апреле у нее день рождения. Дети придут и шестеро внуков. Главный подарок, чтобы все были здоровы. Потому что у меня есть внуки, правнуки, ко мне ходят, чтобы мне не это. Я вот это, я боюсь детей. А так я не боюсь. Сын Александра Ивановны часто бывает в командировках. Поэтому за ней ухаживает соцработник Марина Пелевина, которая обслуживает 11 пенсионеров. Все они сделали прививку, а трое уже ревакцинировались. Причем Марина сделала прививку первой, чтобы на личном примере показать безопасность вакцины. Я не заставляю, не убежу. Просто разъясняю, что ничего страшного в этом нет. Что нечего бояться, нужно просто провакцинироваться и все. И будьте спокойнее и нашим детям, и нашим внукам жить и работать. При содействии соцработников Сыдранского центра соцобслуживания за три месяца ревакцинировались более 150 пенсионеров. Социальные работники помогают пожилым людям добраться до поликлиники или вызвать медиков с вакциной на дом. Мы подумаем, можем помочь уборкой, мытье окон, чистка снега в этом году. Это очень актуально, востребовано. И, конечно, люди страдают от одиночества. Поговоришь, им легче вроде. Мы как-то чему-то очень многому учимся у них. Они даже пытаются нам рассказать какие-то свои сериалы, потому что у них круг общения сужен, телевизор, ну что еще. Ну и я им какие-то новости приношу. Где-то посмеемся, где-то иногда и чаю попьем. Всем своим подопечным соцработники обязательно напоминают, что прививку можно делать только после консультации с врачом для выявления возможных противопоказаний. Среди тех, о ком заботится центр соцобслуживания Сызранский, еще 54 человека решили ревакцинироваться от ковида в феврале. Анатолий Волошинский, Вести детально. Субтитры создавал DimaTorzok